Не заметили аппендицит вовремя и довели до перитонита. Действия врачей из Ленинского района проверяют сейчас в Следственном комитете. Туда обратились родители 11-летней школьницы. Девочку две недели лечили от кишечной инфекции, несмотря на просьбы родных сделать ей УЗИ. В итоге пришлось сделать экстренную операцию, после которой ребенок еще две недели провел в коме. Все подробности у Егора Хвисюка. На этой скамейке в медгородке Дарья и Соня проводят по несколько часов в день. То и дело поглядывают на окна палаты. Их младшая сестра, 11-летняя Алиса, проходит сейчас лечение в этой больнице. Увидеть ее родные могут только в приемные часы. И это уже большое счастье. Еще недавно Алиса была в медикаментозной коме, пережив перед этим сильнейшую боль. Она похудела. Мы видели, что она просто перестала с нами разговаривать. Мы приходили, она даже в нашу сторону не поворачивается. То есть как дети бегут, встречают родителей, которые в больницу приходят. Мы по два раза в день приходили. Она просто отворачивалась к стенке и говорила, ну уйдите, пожалуйста, я полежу. То есть вот было видно, что ей плохо. 11-летняя девочка впала в кому из-за аппендицита. Родные уверены, речь идет о врачебной ошибке. Старшая сестра Дарья Загорулька объясняет. На боли в животе Алиса пожаловалась 11 июля. У нее поднялась температура, началась рвота по нос. Родные сразу заподозрили, что дело в аппендиците. Но в больнице Ленинского района, куда привезли девочку, врачи начали лечение от кишечной инфекции. В просьбах провести УЗИ, уверяют родные, им категорически отказали. В больнице подтверждают, ультразвуковое исследование действительно не делали. Объясняют это тем, что симптомы были не подходящие для аппендицита. Для каждого обследования должны быть показания. При кишечной инфекции УЗИ не рекомендовано, оно не покажет ничего. Не покажет каких-то признаков кишечной инфекции. Почти две недели 11-летней девочке давали различные антибиотики. Однако лечение не давало результата. Маленькая пациентка продолжала жаловаться на боли. В итоге, когда состояние девочки стало критическим, УЗИ провели. После этого Алису срочно перевезли в первую городскую больницу и сделали операцию. С момента того, как она у нас появилась в приемном покое, до момента уже операции два часа прошло. Это стандарты, быстрее в принципе не бывает. Были сделаны все необходимые, минимальный объем необходимых обследований, осмотрены соответствующими специалистами. Были выставлены показания к операции. Соответственно, она была сразу оперирована. Итоговый диагноз – острый запущенный перитонит. Операция длилась более двух часов. Спасти юную пациентку врачам удалось. Чтобы организм девочки смог восстановиться, ее при помощи медикаментов ввели в искусственный сон. Родственники пострадавшей выдохнули с облегчением, но решили призвать к ответу виновных случившимся. Заявлением обратились в следственный комитет. И там начали проверку. В рамках проверки опрошены родственники девочки, сотрудники медицинского учреждения. Изъята медицинская документация. Планируется назначение экспертизы. Качество оказания медицинской помощи. Проводятся иные проверочные мероприятия. Врачи больницы в Ленинском районе сейчас заявляют, что лечили пациентку в соответствии с симптомами. Кишечная инфекция, по их словам, у девочки все-таки была. Оперируют данными обследования. И якобы именно наличие инфекции смазало проявление другого диагноза – аппендицит. Родственники же девочки с этими заявлениями категорически не согласны. Дальнейшие прогнозы врачи пока делать не осмеливаются. Но в одном уверены точно девочки. В любом случае понадобится и вторая операция. Случай аппендицита был слишком запущенный. И это не прошло без последствий. Возможно, были задеты другие внутренние органы. Егор Хвистюк, Павел Климентьев, ОТВ.